Утро со звуком! Не проспи! Главное это утро! 9.53 в Москве, друзья! Доброе утро всем еще раз! Это утреннее шоу Утро со звуком! Тут вопрос очень даже интересный в видеочасти. Дима, огласи его, пожалуйста. Про полосатого-то? Да, да, да. Что за мужик полосатый? Не знаю, кот Матроскин, наверное. Дмитрий Першин у нас в гостях сегодня, друзья мои, экс-сорист группы For Post. Участник, экс-участник, не солист. А, да, экс-участник, простите. А теперь сольная карьера у Димы. Бывший сотрудник A1. Так. И в недалеком будущем, надеюсь, ведущий на Радио 13. Молодо, что. Да, правда, Дима, расскажи, что у тебя в планах на будущее? Ой, чего только нет у меня в планах на будущее. Прежде всего, это, конечно же, запись собственных песен в количестве равному альбому. Я очень надеюсь выпустить альбом хотя бы, ну, хотя бы в этом. Сколько? Это какое количество? Да, у всех разные. Давай 13. И назвать его Радио. Как вариант. И мы все подпишемся. Посмотрим, посмотрим. Потом, конечно, мне очень нравится сниматься. Меня так получается, что периодически зовут сниматься в видеоклипах. И мне это нравится, даже не знаю почему. А в каких ты снялся? Снялся в клипе Криса Паркера. Это очень известный израильский диджей, который сейчас по всему миру стреляет хитами. В котором клипе ты? Спейс. Песня «Спейс». Ага, чуть позже будет, она уже заявлена. Ой, у меня голова от нее, кажется, съемки происходили сумасшедшие. И темп был нереальный. Мы снимали в минус 30. Я был в легкой кожанке. Мы ездили на старинном кабриолете по Москве. Гоняли с инопланетянином на заднем сиденье. В общем, это действительно было здорово и интересно. Нас смотрели водители и таксисты, как на сумасшедших. Но, ладно, это не важно. Потом дальше в планах дописать наконец-таки свою книгу, которую я начал года полтора назад, но все никак не завершу. Потому что временно... Мы тебе поможем, давай удивим Донцову. Мы тебе поможем всей радиостанции. А что это за книга? Расскажи. Ложь, да? Да, рабочее название книги «Ложь». Просто вообще такое понятие, как ложь, вранье, истина, правда, в моей жизни играют огромную роль. Потому что я немножко повернут на этом. Я не перевариваю лживых людей. И они очень часто встречаются в моем окружении. Я стараюсь заранее это как бы предупредить и отстраниться от них. И книга задумывалась изначально как художественное произведение. Но поскольку я увлекся очень сильно работами Пола Экмана и Далай-Ламы и других авторов интересных книг, то будет немножко такой замес из художественного произведения, где будет геройка. То есть как бы там от третьего лица идет рассказ с какими-то психологическими уже аспектами. Размышлениями. Ну, можно и так сказать. Друзья, в завершение часа давайте послушаем трек... Я вот путаюсь в названиях. Это все-таки... Джулия. Джулия или Монализа? Монализа это моя бывшая группа, в которой я принимал участие до Форпост. А, вот оно в чем дело. Все, я понял откуда это. Это была моя бывшая группа. И Джулия про мою девушку, которая является гражданкой США. Про мою бывшую девушку, с которой мы познакомились, когда я работал переводчиком. Она капитан сборной штата Юта по спортивной гимнастике была. И, в общем, был такой опыт у меня. Очень интересно. Я написал про эту песню. Слушай, и его чуть не увели в Америку. Друзья, услышимся с вами в следующем часе и будем таковыми. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13.